Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня хочу поделиться своим опытом выращивания такого замечательного растения, как рождественник. У него несколько названий, еще его называют шлюмбергер. Вот он перед вами. Для того, чтобы рождественник хорошо у вас цвел, и у меня соответственно, я создавала ему благоприятные условия для цветения. Понизить температуру до 15 градусов. Я его поместила у нас на кухне, как раз-таки, около окна, западное окно. Так было прохладно. Нужно быть особенно аккуратным при поливе, не переливать, иначе корневая система может загнить. Зимой он вообще очень мало пьет воды, поэтому не требует обильного полива. Короткий световой день. Ну, короткий световой день он, естественно, был, потому что осень. При пересадке нужно быть особенно внимательна к выбору тары, к выбору горшочка, чтобы он не был слишком большим по сравнению с зеленой массой, которая наверху. Иначе растение при пересадке будет осваивать полностью то пространство, тот объем, который вы ему предложите. Корневая система именно. И до тех пор, пока не освоит, цвести не будет. То есть, все соки будет направлять именно в корни. Когда я его купила, приобрела год назад, дождалась, пока он отцветет, и пересадила в чуть больший горшочек. Вот мне очень понравилась такая кружка. Я вот выбрала для него. Еще такой момент. Оно очень чувствительно к перестановкам. Даже во время цветения лучше его не двигать, не поворачивать горшочки, иначе он сбросит бутончики. Лучше листья не протирать от пыли. Оставить его так, как он есть, в том месте, где он зацвел, и до полного уже отцветания. Он в декабре должен был зацвести, а он зацвел 14 февраля. 14 февраля вот такой вот красавчик, цветок появился. В магазине, когда я его приобретала, на нем было написано эпифило. С греческого, если перевести, эпи это плюс, фило это листья. Но вообще эпифило это те растения, которые крепятся и растут на других деревьях. Но это растение не является паразитом. Оно не сосет соки из другого дерева. Хотя в естественных натуральных условиях оно как раз таки прицепляется. Где-то там в расщелинках, вот где листочки у другого дерева собрались. И там растет, и там цветет. Мне вообще самой очень нравится это растение. Я его, честно говоря, как комнатная первый раз себе приобрела. Было интересно, что это вообще еще и цветет. И в зимний период, когда нам как раз таки не хватает немножко ярких красок, какой-то такой домашней красоты. Вот это растение очень хорошо, замечательно подходит. Что хочу отметить, особого ухода никакого за собой не требует. И даже вот цветет самостоятельно. То есть вот как стоял, зацвел. Декабрист бывает разных цветов. Желтый, персиковый, розовый, фиолетовый. И все оттенки нежных цветов. И чем он хорош, то что цветение очень долго длится. То есть он открывается вот так постепенно, сначала как трубочка, и затем один цветочек. Ну, получается, если внешне посмотреть, то состоит как бы из двух цветочков. Верхний, и в него вставлен еще один. И затем уже пистик и печенка. Так вот он открывается постепенно. То есть весь этот процесс очень красиво наблюдать, очень интересно наблюдать. И долго стоит в цвету. Я считаю большой плюс для цветущего растения. Дает достаточно хороший прирост. Вот здесь он три секции выпустил. Он даже сам, если стоит зеленый, без цветов. Очень красиво выглядит, смотрится. Украшает интерьер. Напишите в комментариях, нравится ли вам цветение декабриста. Желаю вам красивых цветений, ваших комнатных растений. Давай все вместе в кусок. Давай. А с вами был... Все? Да, все. Уже пауза отжата. Тебе только говорить остается. Давай. Раз, два, три. А с вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok